Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. И сегодня мы поговорим немножко о том, как уменьшить количество времени, которое ты бесцельно проводишь за компьютером. Или хотя бы сделать его более полезным. Интернет и компьютер крадет у тебя твои золотые минуты, а возможно твои лучшие годы. А теперь задумайся над тем, почему твои лучшие годы выглядят так ущербно, сколько времени уходит впустую. Конечно, не на развлечения, а на бездумные, бесцельные посиделки за экраном. Большинство из нас сидит просто так, не пытаясь найти интересную информацию, а надеясь, что информация найдет их. От этого у нас нехватка личного времени. У кого-то страдает работа, у кого-то учеба, а у кого-то здоровье и личная жизнь. Как не тратить время впустую в жизни, я не буду рассказывать. Но сейчас я расскажу о том, как не тратить его впустую за компьютером. Потому что это уже серьезная проблема 21 века. Подпишись на канал Богдан и Восточника, а мы начинаем. Во-первых, это здоровье, которое под угрозой. Просиживание перед экраном компьютера более 4 часов в день может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Даже если ты выполняешь довольно большое количество упражнений в течение всей недели. То есть твоя работа тебя убивает, а сейчас ты еще и дома бездумно просиживаешь и сам себя убиваешь. Некоторые исследователи говорят, что чрезмерное просиживание перед компом причиняет вред тканям мозга. А это в конечном итоге снижает способность твоего мозга функционировать. Ну и самое распространенное, особенно для айтишников, таких как я, это синдром запястного канала, которому наиболее подвержены самые заядлые компьютерные пользователи. Но это еще не все. Если у тебя есть какие-то незначительные нарушения психики, то поток легкодоступной информации может подпитывать твой мозг ненужными лишними мыслями. Кстати, многие ипохондрики любят искать диагнозы в интернете в результате паника и мрачные мысли. Также я не буду говорить особо про интернет-зависимость, это очевидно. Тем более еще есть игровая зависимость. И так все известно. Привыкание, депрессия, тревога, чувство изоляции, раздражительность, головные боли, увеличение веса. И все это усугубляется при лишних онлайн-часах. А еще, тратя время, ты просто не успеваешь выполнять работу. Времени становится все меньше, ты начинаешь нервничать и истерить. В итоге изуродованная, как легкая курильщика, нервная система и сломанные ребра от заказчика, которому ты в срок не сделал заказ. Но это для меня, для фрилансера. Второй способ, это составь список избранных сайтов. Тебе нужно будет написать список посещаемых сайтов, игр и пабликов ВКонтакте. Посмотри на них внимательно. А теперь с холодной головой исключи из этого списка ненужные. Оставь только то, что тебе реально необходимо для работы и саморазвития. И без сожаления, легким движением руки отпишись от всего лишнего. Ненужных рассылок и малоинтересных пабликов. Третий способ тратить меньше времени на ненужное просиживание за компом, это распорядок дня. Некоторым людям, например, блогерам или журналистам, необходимо обилие информации. Даже супер необходимо. Даже я постоянно смотрю новости на Дальнем Востоке, чтобы поскорее рассказать их вам. И блогеры тратят бесцельно часы за таким просиживанием. В таком случае нужно составить график пользования компьютером. Например, я записываю видео ближе к вечеру по Дальнему Востоку, чтобы его посмотрели вечером мы дальневосточники, а днем уже те, кто живут на Западе. Соответственно, такое расписание необходимо и тебе. Четвертый способ тратить меньше времени на бесцельное просиживание за компом, это маленькая доза соцсетей. Главный вор времени – социальные сети. На просмотр смешных картинок и рассылку мемов уходит огромное количество времени. Для этого ты должен поставить себе какую-то цель. Например, написать пост, поставить лайк, посмотреть новости в строго определенном паблике. И после этого ты закрываешь соцсети и выходишь. И это реально работает. Например, у меня есть четкий список того, что я должен сделать в соцсетях в течение одного дня, каждый день. Я так и называю это – работа в соцсетях. Написать пост, написать пост в Инстаграме, скопировать в Телеграм-канал. Кстати, ссылочки будут в описании на все эти ресурсы. И пятый способ поменьше проводить времени за компом – это найти какое-то хобби, собственно говоря, вне компа. Это банально, но я очень кратко расскажу. Набившая оскомину банальщина про то, что нужно найти хобби по вкусу. Чаще гулять на свежем воздухе, кататься на велосипеде, заниматься спортом, достать из чуана старую гитару и поиграть на ней. И я думаю, что расписывать твое лично хобби мне не нужно, потому что у каждого оно свое. Но если ты что-то хотел освоить, например, скалолазание или бокс, то скорее закрывай комп, ставь лайк этому видео и иди заниматься своим делом, своей мечтой. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok